ребят всем привет и доброго времени суток вы находитесь на канале земцов vision и сегодня я с вами поделюсь своим опытом относительно того какой поводок лучше всего использовать при ловле на спиннинг первый самый бюджетный самый надежный но при этом не самый эстетичный вариант это конечно же поводок из стали стальной поводок у нас стоит совсем недорого но стальные поводки как правило очень толстые очень топорно выполнены конечно же они хорошо противостоят щучьим зубам но при этом количество поклевок при использовании подобного поводка все-таки значительно уменьшается да и он влияет на характеристики самой приманки взять допустим те же самые воблеры типа суспендер сама по себе приманка имеет нейтральную ловучесть но при использовании стального поводка она резко становится тонущей второй вариант это вольфрамовый поводок вольфрам достаточно бюджетный достаточно тонкий и при этом крепкий но у него есть всего лишь один но очень очень большой недостаток это склонность к памяти деформации после единичного вываживания хищника поводок превращается в спираль либо во что-то еще конечно же можно его попытаться выровнять но это ни к чему не приведет при тяжелой приманки при ловле на колебло либо на джих чаще всего люди таки ловят с подобным скрученным поводком на самом деле далеко не самый хороший вариант и его можно применять так что вольфрам это как вариант следующее на что вы можете обратить свое внимание это титан практически легендарный крепкий материал который конечно же сможет противостоять и щучьим зубам проблема в данном случае только лишь одна титановые поводки довольно дорогие зато они абсолютно не склонны к памяти на деформацию в отличие от того же вольфрама поэтому титан в нашем рейтинге да и в принципе более предпочтителен чем вольфрам и это пожалуй лучший металлический поводок ну и те поводки которые я сам использую своей практике выполнены из флюорокарбона флюорокарбон это наиболее технологичный материал в нашем списке и основное его преимущество заключается в том что он имеет такой же коэффициент преломление света как и вода тем самым при попадании в воду флюорокарбон становится практически прозрачным и абсолютно не заметен для хищника это особенно актуально тогда когда вы ловите на микро джиг либо на ультра лайт любыми другими мелкими приманками но в последние пару лет я стал использовать флюорокарбон и при ловле на снасти класса light а также медиум так как по моему субъективному мнению количество поклевок при ловле с флюориком несомненно возрастает платой за это является то что все же случаются с к срезы в моей практике таких случаев было всего лишь два и это на многие десятки и на многие сотни вываживаний но я все же предпочитаю немножечко рискнуть компенсировав это увеличившимся количеством поклевок на мой взгляд лучшими являются флюорокарбон в том случае когда рыба пассивно и каждую поклевку приходится зарабатывать трудом и титан когда хищник у нас активен и основное что требуется от снасти это надежность если видео было для вас полезным то ставьте лайк подписывайтесь на канал также заходите на наш сайт ссылка на который будет в описании всем счастливо а и Продолжение следует...